Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Продолжаю рассказы о наших походах по допотопной Москве. Когда я готовлю маршрут, то информация, которая идет многослойно, надо уложить в одну линию повествования. Порой в момент общих обсуждений у нас в группе рождаются новые догадки, новые версии, некоторые очень интересные. Но и потом продолжает идти поток информации по местам, по домам, по людям, которые здесь жили. Теперь узнаем о новых технологиях. Этот фильм повествовательный, с сюрпризами, которые нам встречаются на каждом маршруте. На каждом маршруте нам обязательно какой-то подарок преподносит судьба или те силы, которые ведут нас в этом исследовании. А после фильма еще новый пласт информации, который укладывается постепенно, в пазл укладывается и прослеживает родословные первой волны захватчиков, второй волны, третьей волны, их символику, как меняется эта символика, как следующая волна начинает свою символику на старую накладывать, как это все переплетается. Многие потомки этих захватчиков, они дожили, дошли до наших дней, они носят их фамилии, но не все из них сегодня знают о том, что их предки были оккупантами, что они не имеют настоящих имен, а их так называемые дворянские фамилии лишь клички, легенды, прикрытия. Многие так называемые предприниматели, миллионщики, появляются из ниоткуда. Истории у них более чем сомнительные, происхождение их миллионов. Они появляются вдруг. Как правило, эта история одна на всех. Это какой-нибудь пришел из глухого села, крестьянин в лаптях с палкой и случайно разбогател. Вот примерно такая история одна на всех. Итак, после этого похода надо будет делать обязательно продолжение по теме и той новой информации, которая приходит после маршрутов, после прогулок. Бывает, не одна прогулка пройдет, и идет новый поток информации. Очень важный. Очень хочется вам это все рассказать, зафиксировать, оставить в памяти и по теме технологии, а также по теме сиротских домов. Это очень важная и интересная тема. Итак, этот маршрут – это Кузнецкий мост, пересечение Кузнецкого моста, улица Рождественки, Звонарский переулок, улица Петровка, Крапивинский переулок, Успенский переулок. Ну, по сону нам я сделала короткий ролик, но там очень много важной информации, которая осталась за кадром, и надо будет делать отдельный ролик. Но не все сразу, все сразу не получается. Ну, шаг за шагом, постепенно, постепенно все покажу. У меня своя версия, я знаю, что многие блогеры, они также рассказывают о Москве, но вы знаете, что я занимаюсь своей информационной и линией веду, которая, в общем-то, отличается от многих блогеров. Поэтому я, так сказать, иду своим путем. И мне попадается тоже очень интересная, уникальная информация, которой нет у других блогеров. Все вышли? Потом расскажем. Нет, еще ждем. Все вышли, да? Здесь тоже огромные подвалы. Вот давайте его немножко сюда, поближе подойдем. Вот у нас Пушечная улица, которая туда выходит, к Лубянке. Детский мир у нас тоже стоит на старых фундаментах. Это я совершенно тоже случайно, у меня есть вырезка, я нашла года три назад эту информацию, потому что ее прячут. Но я ее нашла официально, что он реально построен на старых стенах. Представляете, какие должны быть стены, чтобы вот такое мощное здание выстроить? Притом они же его, по-моему, разрушили и заново отстроили, и, видимо, подвалы позаливали бетоном, скорее всего. Ну не все, нет, они... Не-не-не, они их не позаливали. Не-не-не. Вот теперь смотрите, вот здесь вот на месте вот этих вот, вот этого здания были литейное производство. Здесь лили пушки, вот это угловое здание. Впоследствии, в 18 веке его там, то ли оно горело, то ли еще что-то. Кстати, то, что горело, непонятно, в Москве вот эти странные пожары были, при Екатерине в том числе. Потом, значит, здесь были выстроены... Обращайте внимание, потому что вот это рубежная дата, середина века, 1860, и очень важно. Потому что вначале здесь были роскошные хлудовские бани. Хлудовские, там роскошь была необыкновенная. Есть где-то фотографии интерьеров. И здесь вот строится ресторан «Сово и Берлин». Если мы посмотрим на символику, это вот чистая символика тех захватчиков. Сейчас они, кстати, уже новые, вот эти их, уже третье поколение, они убирают. Вот эту символику, по большому счету, она уже им не сильно нужна. Либо они уже ее прячут, потому что люди, опять-таки, поняли, эти коды разгадали, и они их начинают уже убирать при реставрации. Но здесь пока вот есть вот эти и львы, и фашины, все эти самые. И там дальше... И вороны, и фараоны, да. Все это есть вот такое. Хотя это всего лишь гостиница и ресторан. Казалось бы, ничего такого быть не должно. Вот теперь, значит, здесь это все были доходные дома. В 19 веке застраиваются. Мы идем по Рождественске сейчас. Пойдемте туда. Сразу идем на Кузнецкий мост. Вот отсюда просто лепнину посмотрите. И, по всей видимости, это все-таки, я так полагаю, что это урны погребальные. Мы пойдем дальше по Рождественске. Очень интересная символика захватчиков. Ну, да, да, пожалуйста. А там еще есть и Глиничевский переулок. Вензили, да. Но это уже конец 19 века. А вообще, говорю, здесь все эти места с 12 века, девочки. С 12 века здесь все это... А при Иване Грозном здесь вообще уже был застроенный город каменный. Ну, я еще не начинала. Я еще не начинала. Делают банк в конце 19 века и сдают. Его, этот банк, сдают под Леонский банк. Французский. И тот, кто архитектор этого банка, он говорит, что предложил сделать в подвалах сейфы для банка. Знаете, что там было? Оказывается, из Неглинки подавалась вода каким-то образом. Комнаты были, где стояли сейфы с деньгами. Комнаты были герметичные. Подавалась вода, заполняла водой все эти комнаты. После банковских операций, каждый день. Это что за технологии должны были быть, девочки? Чтобы никто не влез, да, никто не украл. Комнаты заполнялись водой, сейфы с комнатой заполнялись водой. Тогда должен быть нержавейка? Значит, там была и нержавейка. Но если такие технологии... Нерметичность, а пока что-то убрать. Получил, то есть прокладку для дверей, для люков, сейфы. Комнаты заполнялись. И потом здесь был Банк Москвы. А в советские времена здесь была прокуратура РСФСР. Потом была прокуратура РФ. И потом Банк Москвы. Сейчас Банка Москвы нету. Они его как бы под офисы делают. А еще на этих местах изначально, в первой половине 19 века, город выкупил вот эти все дома. И здесь был медицинский городок, который потом на пироговку перенесли. Вот где вот эта пироговка, все эти медицинские центры. И с медициной тут очень-все очень-очень связано. Потому что вот этот дом принадлежал Вере Ивановне Фирсановой. Вере Ивановне, вот видите, уйти невозможно. По Вере Ивановне Фирсановой я сделаю отдельный ролик. «Опять бордюры. Когда его уберут, наверное, тогда закончится. Да, да, пойдемте посмотрим вот эту очень интересную символику. Вот это дом. А по центру, смотрите, Нептун прям. Это их Нептун, это их Зевс. Это все один и тот же персонаж. И светильники тоже. Посмотрите, как метро, которое я показывала. Метро на Павелецкой. Вот светильники на спортивной. Вот светильники вот здесь. Вот они внутри. А, вот светильники. Над волной. Вот в арке светильники. Вот эти розочки. А волна показывает потоп. Две волны. Да, да, да. Нет, волна, а розочки вот по краю арки идут. Это светильники. Да, да, да. И кругом волны накатывают. Вот и они вышли из моря. Морское право. Что закрыли? Внутрь вход был. Там была поликлиника района. Так вот весь дворик был. Ну, и там красиво. И сама поликлиника. Она в таком вообще красивом виде. В ампире в таком, да? В ампире в таком виде. Это не ампир. Это не ампир. Это пилитанский стиль. Там с плиточкой там все было сделано. Вот такой вот контрастной плиткой. И плитопыш тоже, да? Потому что смотрите, где он. Естественно, конечно, это все. Это все здесь несколько метров под землей. И еще Собашникова сказали, что в 18 веке Неглинку уже взяли в каменные берега. То есть это было типа канала. Никакой грязи не было. Она открытая была. Она была открытая. Но потом они сказали, что она была чем-то перекрыта. И уже сделали ее улицы. То есть были какие-то перекрытия вот в этой. Смотрите, и карлики, и волны тоже. Естественно. А вот на крыше на самой. Да, да, да. А вот волна, видите, они там маленькие. Символику дома Ферсановой надо разбирать отдельно. Это что-то необыкновенное. Очень насыщенная символика. Здраво застала посмертная маска. Нет, ну, в принципе, посмертная здраво сохранение. Посмотрите, посмотрите, там должны были быть факелы. Тоже маска, правильно, факелы должны быть. И вот маска. Вот такие маски. Нет, ну вообще, действительно. Возможно, в зале, да? Да. И крематория. Ну да, и посмертные венки сверху. Очень символичные. Естественно, просто сохранение, украшено посмертные венки. И естественно, видите, что он засыпанное тоже окна. И какая-то сберкасса. Как это может быть сберкассой? Да, вот это украдено. Здесь была родная чугунная кованая решетка. Ее украли при Лужкове. Куда-то уперли. Заменили вот на такой вот. Ну, срежу вас огнячок-то. Естественно. Скорее всего, это крематорий. И здесь вот эта погребальная маска. Смотрите, сколько венки погребальные. Это символика именно скорби, смерти. Ну и Министерство здравоохранения. Да, это логично. Вот там что-то такое частично настроено, но старые дома сохранились в глубине. Да, а посмотрите, какой был вход. Вот отсюда очень хорошо, прям мощь этого ведет. И волны, и волны. А вот это здание, оно один в один, как и в здании в Одинбурге. Есть такой город Одинбург. Очень похоже, вот там с фасада. Здесь был Петрокоммерс. Я здесь работала в 1984 году. Четыре года здесь была в этом здании. Там огроменные подвалы, огроменные этажи закопанные вниз. Полноценно. Вот здесь вот один этаж закопан. Высота 4 метра. Сейчас мы идем по Рахмановскому переулку. Мимо здания Петровка 24. Сейчас повернем на Петровку и к знаменитому Крапивовскому доме. Вот теперь смотрите. На той фотографии начала 20 века, когда я изучала, вот это здание было полуразрушено. Его устанавливаю. А вот это здание было уже. А его считают, что они тоже его построили в начале 20 века. А его нигде нету. И нет ни одной фотографии, как бы это место выглядело. То есть дом уже стоял. Вот это было разрушено здание. Его якобы строили. А вот этот дом уже был. Так он и мог быть не разрушен. Потому что, понимаете, он из такого же вот этого мощнейшего камня сделан. Мы вышли на улицу Петровка. Вот здесь была биржа труда в советские времена, в начале советской власти. Что было до советской власти, непонятно. Потом это было вот после 90-х годов. Здесь в советские времена здесь был МИАК. Я вот в нем работала. Моочный исследовательский институт авиационных технологий. Вход был со двора. Вот этот парадный вход был закрыт. Но там над ним купол огромный. Уже когда получил банк, сюда въехал Петрокоммерс, они уже разгородили это все. Они сделали вот отсюда парадный вход. И там очень все красиво. А вон Петровский монастырь, который из 14 века. Они нам будут рассказывать про деревянную Москву, да? Да, и лапки. А он уже здесь вдоль улицы стоит. Значит, улица уже была. Конечно. И жилые дома были. Посмотрите, походы тоже на символику. Кое-где сохранилось. Это доходные дома. И здесь было в 2000-х годах произошло какое-то убийство. Сдорела квартира. И сейчас там непонятно что. Какой-то новый русский, из старых русских. Ой, вот сюда. Сюда, сюда. Вот даже отсюда видно, что входы в подвалы. Вот я говорю, у нас, когда мы работали в Няте, вход был отсюда. И туда заходишь, сюда был вход, да. И здесь вот внизу были огромные широкие пролеты с широченными лестницами. Был вход на минус первый этаж. Это туалет там был. А там за минус первым этажом было еще темени. Был точно такой же пролет еще один этаж огроменный. Но туда мне было страшно. Я просто туда заглядывала, в эту вот, как в бездну какую-то заглядывала. Что там было? Ну, одной мне было страшно. Все-таки мне было 24 года. Я была хороша с собой. Меня могли прижать там и все. Где-нибудь в углу. Разрушается, к сожалению, уникальный дом. Сейчас там во дворе я про него расскажу. Вообще про это место. А смысл какой? Они селы в красно-черно-белом кирпиче. Вот это все дело. Ну, для того, чтобы якобы показать, что теперь Константинополь, теперь мусульмане. Нормально. Нормально, так что, у нас православные наши как-то там все строят, все строят, все строят, все строят. Я не вижу, что это как-то выяснили. Нет, я не знаю. Вот он сделан в виде с собой. Я полагаю, что он такой-то выяснил. Это пустот. У него какой-то угол дома и какой-то, наверное, вы, девочки, и, смотри, что он такой. Это мы как-то выяснили. Как чередовался, вот тоже делается. Он нам встречается, но он вот высыпается, этот белый кирпич. Он нам встречался там на Краснопресненской. И горелый тоже, весь горелый. А теперь пошли смотреть. Что, открыто? Этот дом я упоминаю уже в нескольких своих фильмах. Один из самых первых фильмов 2017 года, что помнит Петровский бульвар после Крымской войны, Москва до потопа на 19 век. Я как раз иду этим маршрутом вот по Кропивинскому переулку. Вот он, этот двор. И я рассказываю в этом фильме о церкви Сергея Радонежского, в Кропивниках. Там очень интересная информация, которая противоречит одна другой, противоречит официальной версии. Короче говоря, я полагаю, что какие-то здесь стены были до Крымской войны. Вот теперь смотрим, там. Вот здесь бабушка, вот в этом она подъезде жила. Да, да, да. Да, вот в этом, да. Да, да, да. Посмотрите на эту прелесть. Ой, ну сложено все кирпичом. На эти рамы, разные. Рамы-то да. Посмотрите на эти окна, на эти рамы. Такое ощущение. С девятнадцатого века. Да, просто бросили и все. И подъезд был там, вход где-то настоящий, потом вот сделали сюда. Здесь-то вот ходить страшно уже. Ну, дом разрушает двадцатого зона. Вот это, ну, как бы, вот это поддерживают, потому что там офисы. Вот это все здание отдали, Глушков подарил вот этой церкви, когда они ее восстанавливали. Вот этот дом? Вот этот дом. Они налоги не платят, они с нее вышаслили все деньги, которые можно было. И сейчас просто оно разрушается. Его никто не восстанавливает, ничего, это здание. А люди здесь живут. 12 семей. Видите, как дом разрушается? И вот в этом доме, когда прокладывали трупы, находили кости, человеческие останки, почему они сделали вид, что здесь было кладбище. Они на это списывали. А мы видим, что там за церковью стоят дома, это конец девятнадцатого века. Уже там дома стояли. Какое кладбище? И мы видим тень от большого дома огромную. Смотрите, котяра, какой мяшник. И откопанная церковь, она это была вся закопыш. Здесь кашань. Мыши, наверное, в этих подвалах. Представляете, сколько их тут мышей? Тут красота. Достроился, да. Вот это могло все в девятнадцатом веке достраиваться. Вот это было раньше. Видно даже по швам? Да, да, да. А не другие швы, да. Это дом был. Так что здесь не кладбище было. А кладбище здесь вот немножко остались в могилах. Вот они уже, они были все под землей. Никто про них не знал. Даже в советские времена никто не знал. Потому что вот это все раскапывать стали после того, как передали церкови. Кстати, с этой церковью тоже очень интересная история. Она там несколько раз пустовала в 1800, в середине 19 века. И ее хотели разобрать на кирпиче, вот эта церковь Сергеевская. Потому что здесь не было прихожан. Куда делись, кстати, люди? Почему ее хотели разобрать? Потому что не было прихожан. Но ее отстояли. Посмотрите. Белый камень, нагробные плиты. Вот они были все под землей. А вот это на стене, это что? Да, это тоже нагробные плиты, которые здесь были под землей. Когда они вот эту землю откапывали, они их нашли. А там приклеено было? Нет, нет, это они просто поставили. Они были под землей, валялись. Вот оказались все под землей, все эти плиты. А вот про этот дом, экскурсовод, я когда первый раз ходила, мне попалась экскурсия, она сказала, у нее спрашивают, что окна в земле? Говорит, да, да, окна в земле, потому что Москва, вот культурный слой, рост на один метр сто лет. Четко, да. Я это записала, зафиксировала. Мы выходим на Петровский бульвар, я пропускаю интереснейшую часть по самому Петровскому бульвару, по Петровскому монастырю, по улице Петровка, и мы выходим на Успенский переулок, идем по нему, еще небольшой, вот небольшой подарок нам сделала судьба, что называется. Мы заглядываем во двор Успенского переулка, одного из домов. Мы обращаем внимание на скульптуры, еще не знаем, чьи это скульптуры, кто там живет. И для нас был сюрприз. Среди многих скульптур мы обратили внимание именно на две. Это женщина с ребенком, как нам показалось, падает под волной. И еще одна скульптура, нагромождение тел человеческих, которые как бы под завалами. То есть мы, естественно, сразу обратили внимание на это, потому что это та самая наша тема. Мы сравнили со скульптурой Анны Голубкиной на МХАТе в Камергерском переулке. Я делала целый фильм на эту тему «Спрячь на видном месте». Анна Голубкина тоже показала именно катастрофу, а не просто пловца какого-то, который плывет. Там были также фрагменты тел, фрагменты лиц. Ну и вот на эти фигуры мы тоже здесь, в этом Успенском переулке, обратили внимание на эти скульптуры. И оказалось, что мы абсолютно правы. Это нам подтвердил сам автор скульптор. Оказывается, здесь, в Успенском переулке, мы зашли во дворик, и стояли скульптуры известного современного скульптора Фрида Сагаяна, который к нам вышел, когда мы рассматривали его скульптуры, оказался очень приятный человек, харизматичный, простой. И у меня сложилось такое впечатление, если бы мы его попросили, может быть, он нас бы и впустил, и показал бы нам изнутри свою мастерскую. Ну, может быть, и нет. Так нам показалось. Вот это памятник, который установлен в Армении, посвящен земле. А 9-1-1, да. Это землетрясение? Значит, все равно это похоже, да, ситуация? Это же похоже? Вот когда они делают похожие памятники, значит, это же не просто так они их делают? А вот, а вот, а вот, а вот женщина. А женщина? А следующая там была? Женщина с ребенком. Это что? Да, она сейчас спрашивает. Это цунами, помните? Вот. Что было? Цунами. Цунами. Мы правильно все это? Я понял, какие у вас хорошие работы. Да, спасибо, очень интересно. А как вас зовут? А как у вас есть? Меня Ваги зовут. А фамилия ваша? Да, я Соговин. У отца работы мои. И отец у вас. Да, отец. Ленин это его? Ленин это Утечин. Помните? Да, конечно. И здесь у вас мастерская, да? Да. Вы спасаете, да? Ленин? Ленин, жалко у вас. Не жалко, не выбрасывайте. Да, не выбрасывайте. Как здорово. Спасибо. Спасибо большое. Мы правильно все угадали. Спасибо. Спасибо вам большое. Слушайте, ну вот правильно, что катастрофа. Мы это все... Катастрофа? Катастрофа тоже это запрещено. Конечно. Вот теперь мы там увидим ее. Видите, как мы вовремя заходим. У нас всегда что-то... Какие-то подарки. Если они это сделали в ноябре, митя, рядом, плюс еще этот привестник на щеке, значит, что они этим хотели сказать? Катастрофу хотели показать. Не только, а вот этот прогноз на будущее. Думаю, все-таки они что-то показывали вот из того времени, что здесь было. Или установление нового порядка. Может быть. Понимаете, тоже может быть. Потому что демонические эти рожи вести. Вот это. Жили все, да, коллективно. Я вижу, что они еще работают. Я вообще так интересно получила. Очень интересно получилось, да, неожиданно. Да. Вообще супер. У нас всегда бывает какой-то подарок. Какие-то встречи, какие-то. Как всегда. Вот и хочу еще вас вот в этот двор завести. Он очень вешеный, культурный. Симпатичный такой. Причем не красивый, а спокойный. Да. Смотрите, вот здесь вот они закрыли. Там очень глубокий вход вниз. Вот здесь подпорка, контурфост отдельных зданий. Что они были, целый комплекс крылья. Остался кусок старой Москвы. Он стоит уже несколько лет в таком состоянии. Домища, видите. Глухая, да, стена. Вот перекрытие, следы от перекрытия. Все заросло. Сюда подгребли. Под нами еще этажи. Но это все завалено. Деревья растут вниз. Вот был домик тоже. А фасад там еще остался. И его так вот держат в таком состоянии. Воздуховоды. Тепло, кстати, идет оттуда. Вот тепло прям, теплый воздух. Это метро? Это метро или нет? Нет, это еще не метро. Вот, теперь пошли туда. Пойдемте, выйдем. На Малую Дмитровку. И будем продвигаться уже потихонечку в сторону кафе. К Страстному бульвару. Этот пытается как-то еще выбрать. Это хищная птица. Я говорю, как хищная птица. Это не чайка. Да, это хищник. Который потом плоти эту будет. Смотрите, в буре, вельсник. Да? Да, да, да. И еще одно подтверждение большой катастрофы Глининой, в которой погибали люди, о чем очень многие мои фильмы, исследования. И я совершенно случайно обнаружила, листая Большую советскую энциклопедию, фотографию странной скульптуры, такого Мидардо Росса, который вот тоже я сделала целый фильм, потом нашла. Вот такие у него скульптуры. Это говорит о том, что все-таки это не просто фантазия больная, какая-то фантазия художника извращенной. Хотя, может быть, это и есть извращение сделать подобные скульптуры. Но все они очень страшные. Я здесь в этом фильме подробно разбираю глиняный потоп 19 века в скульптурах Мидардо Росса. Это вот было 26 марта 2020 года. У него вообще скульптуры, вот в Большой советской энциклопедии я увидела вот такой странный, согласитесь, что это очень странно, это очень страшное безволосо, что-то мёртвое лицо. Я так полагаю, что он вообще специализировался именно на мёртвых лицах. Вернее, то, что находили, откапывали после потопов, он их заливал воском. Были такие скульптуры, которые, в общем-то, смотреть на них, конечно, неприятно, но, к сожалению, по всей видимости, они таким образом доносят на нас ту настоящую катастрофу, которую скрыли от всего мира, от человечества всего мира. А мы разгадываем эти тайны, и как психология нельзя что-то выносить бессознательное, какие-то шоковые состояния. Надо, наоборот, их вытаскивать, надо их разруливать, надо их проговаривать для того, чтобы исцелиться, исцелить своё коллективное, бессознательное, свою коллективную человеческую душу. Нам как раз этого сделать не даёт. А мы свободные блогеры, мы, в общем-то, именно этим занимаемся, таким исцелением, потому что мы показываем эту истину и, в общем-то, принимаем своё прошлое, каким бы оно ни было, для того, чтобы идти смело в будущее, для того, чтобы не повторять ошибок. Надеюсь, вам было интересно, познавательно, я говорю, что это только плоский-плоский такой срез, то, что я вам показала. На самом деле там идёт масса информации, многомерной информации. Я буду делать отдельный ролик. Именно вот беря конкретно этот маршрут и людей, которые здесь жили, вот в этом кусочке Кузнецкого моста, Рождественки, Петровки, Успенского переулка, здесь всё очень непросто. И даже самого дома скульптора Фрида Сакаяна. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео, оставляйте свои комментарии. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ. До свидания.